Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня наша встреча посвящена новому ФСБУ 25.2018, то есть это ФСБУ по аренде. И мы поговорим сегодня о ней более подробно по поводу фид-лизинга и других взаимосвязанных вопросов. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, наши телеграм-контакты. Вести встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. И вы видите адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине не удалось, например, посмотреть целиком наш вебинар или время оказалось для вас неудобным, вы можете через некоторое время на нашем сайте посмотреть запись вебинара, мы выкладываем. Ну, возможно, какие-то другие материалы вас заинтересуют. Так что милости просим. Программа нашей сегодняшней встречи, вы сейчас видите ее на экране. Сегодня мы поговорим про ФСБУ. На самом деле оно не совсем новое. Оно уже применяется в обязательном порядке около года. И, соответственно, мы еще раз повторим, кто и когда должен его применять. И, собственно, интерес к этому ФСБУ вызван тем, что у него были внесены некоторые уточнения и изменения. Мы про них сегодня тоже поговорим. Поговорим по поводу лизинга, разных сценариев по лизингу, то есть отражения у арендатора и у арендодателя. Что нового в этом плане у нас, какие изменения затронули эту тему. Поговорим про то, как отражаются авансовые платежи по лизингу и как оформляется выкуп предметов лизинга. Ну и, соответственно, как учитывать дополнительные расходы, которые возникают, например, страхование, постановку на учет и так далее. Ну и признание в учете в бухгалтерском и в налоговом договоров и по финансовой аренде, и про обычную аренду мы тоже поговорим. Как будет строиться наша сегодняшняя встреча? Мы будем нормативные материалы и главные, как бы, такие ключевые моменты с вами смотреть по слайдам и будем переключаться на конфигурацию, на демоконфигурацию ERP. Сейчас вот я переключусь, чтобы мы с вами уже предметно говорили вот таким образом. Сейчас снова возвращаемся к нашим слайдам. И сначала немножко теоретической базы. То есть, кто у нас должен применять новый стандарт ФСБУ? Применять его должны все компании. И с 2022 года это стандарт, который к обязательному применению. Точнее, неправильно сформулировал, который обязателен к применению. ФСБУ-25 это бухгалтерский учет аренды в 2023 году. Обязателен и для арендаторов, и для арендодателей. И применяется он всегда, когда по условиям договора имущество предоставляется за оплату во временное пользование. То есть, формулировка должна соответствовать именно вот этому смыслу. То есть, это предоставление за оплату какого-то имущества. Стандарт этого ФСБУ, ФСБУ-аренда, мы применяем только по договору аренды и договору безвозмездного пользования. Еще называемое суда. Если договора нет, например, это была передача, оформлена распоряжением учредителя, вкладом в какие-то другие компании и так далее, то в этом случае ФСБУ применять не нужно. И Минфин сформулировал такие случаи, когда стандарт не распространяется на предприятия. То есть, это если заключается договор найма жилья, договор передачи подрядчику имущества для осуществления его ремонта и договор сервитута. Во всех остальных случаях применение стандарта обязательно. Отказаться от применения стандарта можно только в том случае, если предметом аренды является, во-первых, результат интеллектуальной деятельности, материальный носитель, содержащий этот результат или иной объект интеллектуальной собственности. Если имеется концессионное соглашение, если договор касается участка земли, который предоставляется для геологических исследований и добычи полезных ископаемых. Ну и также ФСБУ не применяют бюджетные организации. В этом ФСБУ есть определения и термины, которые, в общем-то, введены именно этим документом. Ну, один из таких терминов – это право пользования активом ППА. То есть, это объект бухгалтерского учета, который отражается у арендатора непосредственно при получении предмета аренды. В этом случае он включает в себя арендные платежи, которые мы перечисляем арендодателю на дату получения объекта и которые мы выполнили до этого. Дополнительные расходы, которые связаны, например, с монтажем, с транспортировкой, то есть с доставкой объекта. Оценочные обязательства по будущим затратам, которые арендатор должен будет выполнить согласно арендному договору. Ну, это, например, может быть и демонтаж, опять же, транспортировка и ППА подлежит амортизации. Для этого устанавливается срок полезного использования активов – это аббревиатура СПИ. И если компания в последующем не будет его выкупать, то СПИ приравнивается к сроку аренды. Еще у нас есть изменения, которые вносились уже после вступления в силу этого ФСБУ. С 7 августа 2022 года ФСБУ, то есть были приняты эти поправки и коснулись они порядка переоценки права пользования активом и входного НДС по арендному платежам. Изначально по этому ФСБУ арендатор обязан был проводить переоценку права пользования активом. С 2023 года, то есть с этого года, это перестало быть обязанностью и перешло в разряд возможностей. То есть это не право, то есть это не обязательное применение, и арендатор может сам определить, проводить переоценку или не проводить, и при этом должен экономической необходимостью руководствоваться. Так что это, в общем-то, достаточно существенные изменения. И для того, чтобы их применять, необходимо было внести изменения в учетную политику. Ну, то есть, соответственно, откорректировать документ учетная политика по юрлицу, по которому у вас происходят эти платежи или имеются такие договора. На самом деле, еще возникали проблемы с учетом НДС. То есть раньше в состав арендных платежей обязательно нужно было включать суммы за минусом возмещаемого НДС. То есть мы могли принимать только тот налог, который у нас потом и в последующем возмещался, то есть к возмещаемому налогу. С 2023 года входной НДС в любом случае исключается из арендных платежей, независимо от того, какую роль выполняет ваша организация. Является она арендодателем или она является арендатором. То есть теперь у нас, если есть финансовая аренда, то, соответственно, эти изменения тоже должны быть внесены в учетную политику и скорректированы на 2023 год. Соответственно, в учетной политике мы должны включить уже внесенные изменения в этом с этого года и, соответственно, оформить эти документы, точнее изменения в учетную политику. Так, как обычно принимаются изменения в учетной политике, то есть либо создать новый документ учетной политики в декабре прошлого года или создать документ корректировки учетной политики и, соответственно, точно так же утвердить его приказом и определить срок действия с начала этого года. В этом ФСБУ дано конкретное определение договоров и, собственно говоря, осуществление учета по арендным и по лизинговым платежам, то есть финансовая аренда и оперативная аренда. Утверден этот регламент приказом Минфина еще от 2018 года и его обязательно должны применять организации, у которых имеется лизинг, то есть финансовая аренда. Что касается операционной аренды, то в этом случае мы должны определять только изменение рыночных значений. И, соответственно, опять здесь есть несколько сценариев, как у арендодателя должно это отражаться. То есть в этом случае должна отражаться операционная аренда, передача в аренду, собственно, сами по себе арендные платежи, возврат предметов аренды и, например, передача по другому договору, если мы переоформляем договор суда, то есть безвозмездного аренды. И у арендатора. То есть это, опять же, поступление в аренду, это арендные платежи, выкуп предметов аренды. Ну, естественно, выкуп предметов аренды у нас только для лизинговых договоров используется. Обычный возврат предметов аренды, возврат обеспечительного платежа и расчет ставки дисконтирования. Собственно, чаще всего возникают сложности со ставкой рефинансирования, приведенной стоимости и расчет процентов. И еще есть один сценарий, то есть это учет аренды в тех случаях, когда можно не применять данный стандарт. Мы с вами сейчас переключимся на нашу демо-базу и посмотрим, что у нас есть здесь. То есть первый момент это включение возможности работать с 25 ФСБУ. Как мы уже проговорили, это делается в настройках учетной политики. И через раздел НСИИ и администрирование мы, собственно говоря, должны найти организацию. То есть у меня включена возможность работать с несколькими юридическими лицами. В этом случае у нас в пункте организации мы видим список всех наших юридических лиц. Если у вас такой пункт не включен, у вас, например, только одна компания, одно юридическое лицо, то, соответственно, это в первоначальных настройках задается. Мы возьмем, например, вот эту организацию Андромеда Плюс. И настройки, которые нас интересуют, находятся в разделе учетная политика финансового учета. По гиперссылке «Изменить» мы переходим в этот раздел. И у нас здесь задаются разделы нас интересуют на закладочке «Внеоборотные активы». И вот в самом начале мы отмечаем, как у нас ведется учет. И если мы попадаем под действие этого ФСБУ, то мы должны поставить вот здесь вот такой чекбокс, то есть зеленую галочку. То есть у нас будет учитываться в программе учет аренды по 25 ФСБУ. Ну, соответственно, проверяете остальные ваши пункты. То есть здесь для нас важна дата принятия к учету с первого числа месяца, следующим за месяцем принятия к учету, как было раньше, или с даты принятия к учету. И, соответственно, арендованные основные средства, с какой даты начисляется амортизация в управленческом учете. И, соответственно, после того, как мы внесли такие исправления, у нас появляется возможность работать и с лизингом, и с другими изменениями, которые принесло это ФСБУ. Так, сейчас мы отсюда уходим и возвращаемся к нашим слайдикам. Так, собственно говоря, это я еще раз вам показываю путь, где мы должны внести изменения в учетную политику для того, чтобы соответствовать 25 стандарту. Сейчас я вам показываю слайд, собственно говоря, этой настройки, где мы с вами только что побывали. То есть, вот наша учетная политика, и вот основной флажок, который мы должны поставить для того, чтобы программа имела возможность учитывать все положения этого ФСБУ. Собственно говоря, после этого нам нужно разобраться, кто у нас, то есть по какому сценарию мы работаем. Ну, можно представить вот такой схемой, то есть если, например, у нас с вами есть договор аренды на определенную сумму, то есть вот вы видите у меня в выделении, это сумма, которая состоит из суммы, собственно, услуг по аренде, авансового платежа, который у меня был внесен, например, выкупной стоимости, которая оговаривается заранее, и сумма НДС. То есть, вот этот набор состоит из стоимости арендных платежей, например, 2 миллиона процентов, вот вы видите эту сумму, и самого НДС. То есть мы сформируем стоимость ППА, то есть право пользования активом, и из этой стоимости мы начисляем амортизацию и ежемесячные платежи, которые соответствуют, собственно, процентам. Как я уже сказала, здесь основное значение, основные значения устанавливаются в договоре. Сейчас мы снова с вами переключимся на слайды, и, собственно, сам договор аренды мы откроем вот таким образом, то есть у нас в разделе внеоборотные активы есть раздел аренда, и когда мы проставили флажок, у нас появляются документы по аренде и документы договора аренды и лизинга. Ну, сейчас для примера посмотрим какой-либо договор. То есть у меня введены тренировочные договора, но мы на них можем посмотреть, собственно, сам договор. Наименование, как вы знаете, это то, что у нас отражается в журнале, и вот здесь мы официальное наименование нашего договора. Желательно, чтобы оно соответствовало бумажному документу, потому что будет отражаться потом в многих печатных формах. И параметры договора нас интересуют. Собственно, параметры договора мы проставляем, вы видите, выбираем валюту, выбираем налогообложение и заполняем финансовый блок, то есть обеспечительный платеж есть у нас или нету, соответственно, должна быть задана дата, сумма услуг по аренде, сумма НДС и общая сумма договора. И обратите внимание, то есть мы заполняем график платежей, и для того, чтобы его заполнить, ну, то есть заполняем периодичность и заполняем сумму. По гиперссылке мы можем перейти в график оплат и настроить график оплат в соответствии с тем, как у нас звучит это в договоре, то есть платежи по конкретным датам, ну, и, соответственно, другие подробности. То есть это у нас график оплат, дальше у нас есть график начисления, то есть когда по договору начисляется оплата, и когда у нас и в какой сумме начисляются проценты. После того, как мы настроили с вами график оплат и график начислений, мы можем переходить на закладочку учетная информация, и вот здесь обратите внимание, то есть нужно настроить лизинг по ФСБУ, то есть, соответственно, лизинг по нашему стандарту, и в этой группе финучета указать счета, на которых учитываются, ну, соответственно, наименование этого самого ГФУ, и если требуется, если по нескольким организациям, то настроить счета учета по организациям. То есть для финансовой аренды нам обязательно нужно настраивать индивидуальные ГФУ для этой ситуации. Дальше проверить заполнение статьи ДДС, то есть в этом случае у нас будет оплата лизинга дателю, поскольку в этом случае мы используем сценарий, что мы лизингополучатели, и, соответственно, заполняем то, что требуется для этой статьи. Отражение услуг, финансовая аренда и, соответственно, подразделение, если требуется аналитика расходов. Снова вернемся к нашим слайдам. И немножко нормативных материалов. То есть если у нас ситуация, что мы заключили договор аренды, и нам надо принять к учету предмет аренды, то, соответственно, мы сначала создаем договор аренды и вводим новую ГФУ. То есть это то, что мы с вами сейчас посмотрели на практическом примере на нашей демо ERP. И здесь еще раз повторюсь, обязательно заполнять все поля, потому что потом либо у вас не будут заполняться какие-то строки в документах и в аналитике, либо будет неправильно учитываться ваш договор. После того, как мы заполнили сведения о договоре, сведения о начислениях и графике, необходимо оформить документ принятия к учету основного средства. То есть этот договор мы с вами можем сделать на основании, принятие к учету основного средства мы можем сделать на основании договора. У нас, собственно говоря, сейчас еще один слайдик покажу. Сейчас мы с вами посмотрим варианты оформления лизинга с разными условиями. И еще один момент. Так, мы с вами переключаемся на демо базу и смотрим раздел внеоборотные активы. Договоры лизинга мы смотрели. И выделены жирным шрифтом документы по аренде. То есть это у нас общий журнал всех документов. И, соответственно, по кнопке «Создать» здесь мы с вами можем выбирать необходимый нам документ. То есть нас сейчас интересует принятие к учету основного средства. То есть заключение договора аренды мы с вами уже сделали, посмотрели. Теперь у нас идет принятие к учету основного средства. То есть это стандартный документ. Здесь никаких особых новшеств у нас нет. И напомню, что поля, которые с красным подчеркиванием, у нас обязательно к заполнению. И мы можем проставить флажок и указать документ основания. В этом случае мы выбираем документ, договор, который только что, например, заключили. И в этом случае уже заполняем ту информацию, которая в договоре не указана. Ну, соответственно, если это основное средство, то мы дополняем основным средством. И закладочка «Параметры учета». Так, сейчас я это уберу. Так, еще раз открываем. «Принятие к учету». «Принятие к учету». Закладочки «Параметры учета». То есть на закладке «Параметры учета» мы указываем средства, которые будут использоваться в бухгалтерском учете, в налоговом учете. Ну и, соответственно, если будет применяться маркетизация, например, и так далее. То есть заполняем все сведения, которые требуются для принятия к учету данного актива. И закладочка «Отражение расходов». Проверяем, что у нас заполнилась нужная статья расходов, которую мы указали в нашем договоре. Соответственно, по «Амортизации» выбираем, как будет отражаться амортизация. И «Налог на имущество». То есть задаем параметры для начисления налога на имущество. И, в общем-то, аналитика расходов пишем, что совпадает с бухгалтерским учетом. На закладке «Комментарии» обычно дается информация, которая не отражается ни в одном учете, а служит для более подробного описания для коммерческих работников, для менеджеров и так далее. Как вы видите, по кнопке «Создать» мы можем выбирать документы, которые требуются для операционной аренды и для лизинга. То есть здесь у нас полный комплект документов, которые касаются аренды основных средств, любых, собственно говоря, объектов. И в этом случае, обратите внимание, что у нас есть поступление на забалансовый учет. То есть если мы используем поступление по забалансовым счетам, то в этом случае, значит, это ситуация, когда компания выступает как лизинга-получатель и объект аренды отражается у лизинга-дателя. То есть то, что сейчас по лизингу в обязательном порядке, применяется при учете. Значит, снова возвращаемся на наш слайд. И сейчас вот на этом слайдике мы видим последовательность действий. То, что мы с вами только что выполнили. Договор, когда вы получаете в лизинг какое-то имущество, ну, чаще всего берут в лизинг, например, транспортное средство и так далее, соответственно, в этом случае в обязательном порядке, согласно 25 ФСБУ, объект лизинга отражается на балансе лизинга-дателя. И, соответственно, у меня вот в примерчике договор называется лизинг-1, то есть если имущество отражается на собственном балансе или на балансе лизинга-дателя. То есть в этом случае у нас будут с вами разные, будут разные ГФУ для этих ситуаций. И если мы подведем итог, то у нас получается, что при использовании 25 ФСБУ нам необходимо сделать несколько ГФУ. То есть для случая, когда это идет аренда основных средств и, то есть так называемая операционная аренда, а аренда финансовая, то есть лизинга-лизинг. И для ситуации, когда у нас лизинга-датель учитывает на своем балансе, и если, например, это был раньше заключенный договор, то когда лизинг-получатель учитывает объект на собственном балансе, а не на забалансовом счете. Собственно говоря, вот это то, что я сейчас сказала, иллюстрируется вот на этом слайде. То есть для отношений, которые начались с 2022 года, то есть с момента, когда применение этого ПБУ стало обязательным, как я уже сказала, всегда считается учет на балансе лизинга-дателя, то есть аренда-дателя. Это закреплено законодательно, то есть это у нас закон 382 ФСД 2021 года, который внес изменения в налоговый кодекс. Это пункт 3, который касается того, как подлежит налогообложению, переданное в аренду имущество, то есть в лизинг. Вступила в силу эта поправка у нас с 1 января прошлого года, и соответственно, если у вас есть договора, которые датированы позже 1 января 2022 года, то в этом случае при заведении контрагента, который у вас будет арендодателем, и при составлении договоров с этим контрагентом, то мы в карточке в качестве баланса держателя всегда выбираем арендодателя, это уже обязательное требование. Отмечаем мы это, как вы видите, вот у меня красное выделение, то есть когда мы создаем договора, сейчас мы снова с вами вернемся в карточку, в нашу демо-базу, и вернемся в договора. Вот раздел договора аренды лизинга, и если мы, например, создаем новую карточку, то у нас видите на закладочке основное, мы отмечаем операционная это аренда или это лизинг. Ну, соответственно, в нашем случае мы отмечаем, что это лизинг, заполняем все остальные поля в соответствии с договором, и на закладочке параметра договора, соответственно, у нас будет неактивный, потому что если я выбираю, что это у меня арендодатель, арендодатель, то есть я от него получаю в аренду какие-то объекты, то у меня будет уже заполнена эта информация на основании вот этих сведений. Расчеты по договору я могу заоформить по гиперссылке, и учетная информация, то есть созданная нами ГФУ, созданная нами для этого случая статья движения денегных средств, и возможно вести по направлениям деятельности. И после того, сейчас, нет, мы не будем сохранять изменения, я могу посмотреть, допустим, другие, вот у меня договор лизинг-1, это договор, когда у меня имущество на балансе, то есть в этом случае, видите, у меня вот эти поля уже будут недоступны для редактирования, ну и, соответственно, я должна буду заполнить сведения про обеспечительный платеж, про выкуп, и заполнить сведения по расчету, по этому договору. На закладочке учетной информации мы с вами уже здесь были, я указываю группу финучета и статью движения денежных средств. То есть это вся информация у нас с вами есть. При заполнении нового договора мы ее обязательно должны учесть. Снова вернемся к нашим слайдикам и немножко теории. Значит, согласно этому ФСБУ, мы определяем ставку дисконтирования. Это новый термин, который встречается вот только в этом ФСБУ, который введен этим ФСБУ. И что такое ставка дисконтирования? Это ставка, при которой приведенная стоимость будущих арендных платежей, и негарантированная ликвидная стоимость предмета аренды становятся равны справедливой стоимости предмета аренды. То есть в этом случае у нас такая ставка основана на российской системе обоих учета на РСБУ, потому что если анализировать ставки, допустим, по МСФУ и по РСБУ, то разница между этими определениями будет состоять в первоначальных затратах арендодателя. По МСФУ они влияют на ставку, а по РСБУ они на ставку не влияют. И соответственно, в этом случае, как ключевой параметр сделки между арендодателем и арендатором, ставка дисконтирования должна быть пересмотрена. Соответственно, когда меняются какие-то условия договоренности сторон по сделке. Ну, то есть, например, изменился срок аренды, или изменились оценки опциона на покупку базового актива, или, например, изменились суммы, которые по ожиданиям должны быть уплачены в рамках гарантии ликвидной стоимости, или изменение будущих арендных платежей, когда арендные платежи изменяются с учетом плавающих процентных ставок. Еще один момент, который мне хотелось бы вам показать, это то, что мы с вами смотрели, то есть это в журнале документов по аренде, то, что мы можем выбирать любой документ, который соответствует нашей ситуации. Мы сейчас чуть поподробнее к этому вернемся, поговорим об этом. Но эта возможность у нас предоставлена по кнопке «Сохранить». В общем, мы узнали документов. И, собственно говоря, здесь еще один важный момент, как учитываются авансовые платежи в лизинге. То есть до того, как мы с вами заключили договор лизинга, до того, как мы оформили предмет поступления, и есть ли какие-то ограничения по этому первому платежу. Ну, вообще, законодательно он не ограничен. Но, тем не менее, чаще всего на практике авансовый платеж по лизингу не превышает 50% стоимости предмета лизинга. Но, естественно, все зависит от вашего договора и все зависит от того, как вы договорились либо с банком, либо с вашим партнером. Снова переключаемся на нашу базу. И теперь посмотрим вот что. Я сейчас еще раз свернусь в раздел «Внеоборотные активы» и какие инструменты у нас есть для работы с объектами согласно этому новому ФСБУ. То есть мы с вами поговорили, что вот у нас есть здесь раздел «Договора». Когда мы переходим в договора, здесь по кнопке «Создать» у нас нет выбора. У нас здесь только возможность создавать новые документы. Вот, как вы видите, если вы заключили новый договор. А при переходе в документы по аренде, в рабочее место документы по аренде у нас с вами открывается возможность через кнопку «Создать», «Выбирать» и создавать нужный нам документ. И, соответственно, мы можем здесь выбрать изменения условий договора аренды. Если у вас изменились какие-то условия, как мы говорили, то ввести изменение этих условий мы можем дополнительным документом. И, собственно, уже в этом документе подкорректировать, что у нас изменилось. То есть либо у нас изменились расчеты, ставки. И, собственно, в соответствии с этими сведениями мы заполняем этот документ. То есть здесь у нас есть полностью весь спектр документов, которые сопровождают и операционную аренду, и финансовую, то есть лизинговые платежи. Соответственно, здесь у нас мы можем создать договор и принятие к учету основного средства, например, арендованного. Или, допустим, изменить какие-то, например, платежи. Изменить, если объект у нас по какой-то причине изменился. То есть, собственно говоря, внести любые корректировки. И еще один момент, что мы сейчас переключимся с вами на наши слайды. И что если мы с вами меняем какие-то из этих условий, то есть вот они у нас перечислены, то, соответственно, должна быть пересчитана и ставка дисконтирования. Отдельный вопрос, если у вас предметом лизинга является, например, транспортное средство. В этом случае у вас возникают такие платежи, как дополнительные расходы на страхование вашего транспортного средства при постановке на учет ГИБДД. И, соответственно, вопрос, необходимо ли отражать эти изменения в учете и на какой момент. На самом деле, это платежи, которые вы уплачиваете, ну, например, приобретение страховки или плата за постановку на учет до момента, когда вы отражаете это в учете. И, соответственно, эти затраты могут быть учтены как платежи, которые формируют стоимость вашего основного средства или средства, например, транспортного, если мы приобретаем его в использовании у лизинга-дателя. Снова переключимся сейчас на нашу демо-базу. И здесь у нас еще есть с вами один момент, который касается выкупа ваших основных средств, которые у вас, например, в финансовой аренде, то есть в лизинке. В этом случае у нас с вами в договоре мы заполнили сведения о платежах, которые следуют из договора аренды. Но у нас нет договора о том, что мы его застраховали, например. То есть в этом случае возможно создание договора по страхованию, где расписаны страховые платежи. И, соответственно, в договоре, например, по страхованию со страховой организацией вы тоже также должны унести график платежей. И заполнить договор, то есть заполнить всеми техническими сведениями, которые у вас имеются. При финансовой аренде, согласно договору финансовой аренды, у вас остается выкупная стоимость. То есть если вы уже полностью погасили все лизинговые платежи, и в этом случае у вас остается оформить выкуп лизингового предмета, объекта. В этом случае у нас есть тоже через журнал документов по аренде. Мы выбираем выкуп арендованных основных средств. Также выкуп может быть и досрочный, и согласно вашему графику платежей. В этом случае есть раздельные документы, и вы, собственно говоря, должны его использовать. Здесь тоже особое внимание уделите параметрам учета. То есть заполняете согласно вашей ситуации, то есть согласно сроку проставляете сюда данные отражения расходов. И если у вас, допустим, какие-то прослеживаемые товары, ну, может быть, компьютерная техника или еще какая-то дорогостоящая техника, то, соответственно, вы заполняете здесь условия, которые предусмотрены именно для вашего случая. И, собственно, после того, как осуществлен выкуп транспортного средства, ваши обязательства по финансовой аренде, например, если это лизинг, полностью исполнены, вы можете, ну, собственно, договор считать исполненным и оформлять уже транспортное средство, выкупленное транспортное средство в соответствии с тем, какой статус оно приобрело. То есть передать в подотчет, оформить на складское хранение, продать работнику и так далее. То есть, собственно говоря, ФСБУ-25 – это у нас более четкое разделение по понятиям финансовой аренды и операционной аренды, и более четкое регламентирование именно отражения, на чьем балансе будет содержаться объект, который вы получили, каким образом оно будет учитываться, и каким образом будут учитываться платежи, которые поступили до оформления, например, транспортного средства, страхования и так далее. Сейчас мы с вами вернемся снова к нашим слайдам, и я хочу вернуться с самого начала, то есть к нашему титульному листу, и еще раз напомнить вам наши контактные данные, то есть нашу электронную почту, наши телефоны, телеграм-контакты. И если у вас возникли какие-то вопросы касательно конкретно ваших ситуаций, вы можете нам их задать и любым удобным для вас способом. В этом случае мы сможем вам более подробно ответить уже именно касательно вашей ситуации, ваших реалий, и мы будем очень рады оказать вам любые услуги, которые связаны с программным обеспечением семейства 1С, и пригласить вас к сотрудничеству. Так что милости просим, будем рады сотрудничеству. А на этом, извините, наше время уже подошло к концу практически. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok